всем привет с вами я дмитрий фреско вы сможете кулинарную пропаганду вчера в магазине встретил опять свои любимые сливы вот такие вот это совершенно потрясный такой сорт не знаю как называется я их по внешнему виду просто беру у них такой очень яркий кисло-сладкий вкус такой терпкий сразу захотелось приготовить курятину соусом из таких слив поэтому за дело здесь у меня парочка корочков специально взял такие вот желтенькие производитель утверждает что этих курей надкармливают кукурузы и растить на вольном выпасе они в клетке не знаю так ли это на самом деле или нет но если я готовлю куриный суп то стоит к половине обычной белой курицы добавить вот одну такую ножку бульон сразу начинает играть прям всеми своими яркими красками а весь суп готовить такой курицы просто невозможно настолько сильный прям даже чрезмерно сильный вкус получается так что может быть и не врет производитель скуятины поступлю просто натру солью и черным перцем и достаточно и будет масло кстати уже можно греть я буду готовить на смеси оливкового экстра вёрджин из сливочного очень классный аромат получается только нужно обязательно брать именно экстра вёрджин если обычного рафинированного оливкового добавите то никакого такого эффекта особенно приятного ароматическую не получите и конечно сжигать не надо все пусть жарится процесс пошел займусь соусом трех слив хватит и немного воды так чтобы сливы выступали надо довести до кипения потом проварить минут 10-15-20 все зависит от жесткости слив вернее не от жесткости от спелости так чеснока почистить один зубок сразу курочки прям целиком хочу чтобы масло чесночным ароматом пропиталась а этот зубок на рублю помельче чили перец тоже мелко нарубить и зелень у меня кинза петрушка базилик и мята какой идет пряный запах от этой травы обожаю эти ароматикосы пора уже курицу вертеть отлично смотрите подрумянилась какая красота теперь пусть другая сторона румянится не обязательно на сковороде готовить можно и в духовке прекрасно запечь времени конечно уйдет подольше потому что сковороде быстрее курицы готовятся зато если в духовку убрать то над плитой торчать не надо сливы у меня уже выбрались надо вынимать а получившимся отвару дам остыть теоретически сами сливы можно остудить потом протереть через дуршлаг или через сито и добавить в соус но тогда соус будет непрозрачный такой знаете ну не такой эффект не такой красивый что ли так кукурочку пожалуй пора крышкой закрыть так теперь надо кукурузный крахмал развести этот компотик мне уже остыл остаток смешиваю с чесноком и чили перцем и довожу до кипения теперь сюда крахмал и проварить до загустевания это быстро ароматные травы сразу в этот компотик добавлять не стоит пожокнул быстро хотелось бы сохранить их такой красивый яркий зеленый цвет лучше уж потом после снятия с огня вот видите с густотой уже все отлично выключаю нагрев у нас лета жара хочется на гарнир чего-то полегче вы конечно выбирайте на свой вкус я приготовлю спаржу и вот такие вот испанские перчики они называются подрон спаржу отварю а перцы поджарю для начала надо у стеблей найти жесткую часть и отломить она нам не нужна не угрызешь ее если шкурка в нижней части грубая можно ее картофель чисткой срезать но у меня спаржа нежная совсем она уже кипит посолить и спаржу сюда и убавляю огонь до слабого и валю до мягкости в зависимости от вашей спаржи процесс может занять от двух трех минут до пяти до десяти проверяйте короче вилкой когда идет до той степени мягкости которая вам нравится вынимайте сразу теперь с перцами немного масла оливкового на сковороду и перцы туда же главное их не пережарить готовность определяется очень просто как только шкурка со всех сторон стала вот такими белыми пузырями подниматься значит готова красота и спаржа можно вынимать она вкуснее если лимоном сбрызнуть вот так про соус помните пора сюда ароматики добавить и на вкус выправить в зависимости от вкуса слив понадобится либо сахар и либо соли либо кислоты добавить в виде лимонного сока на моем случае пожалуй сахар и соль чуть-чуть для яркости перец тоже готов пора снимать с огня только посолить изварительно крупной морской солью какая красота пора сервировать перец пыржу и перец так начну из курочка конечно курица понятно как курица просто жареная курочка такая перченая такая хорошая с хорошей корочкой такой но соус соус просто чудесный я обожаю сливовые соусы не знаю как вы рекомендую попробуйте он такой классное такое сочетание вкусовой просто песня так сейчас по спарже пройдусь спаржи странно и удивительно вроде трава и трава да но но вы же например огурчик малосольный да или даже соленый употребляйте с удовольствием вот здесь тоже такая классная штука она такая полу готовая она не разваренная в кашу такая хрумтящая такая классная еще с лимонным соком очень летний гарнирчик у нее еще такая легкая 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 горчинка еще остается мне очень нравится так ну а по перцу по патрончику я руками буду звинячить извините это традиционная испанская закуска очень часто в различных тапас барах и просто в ресторанах его подают как закуску слегка слегка подпаленный перец он тоже с легкой горчинкой это не острый перец но и не сладкий легкая горчинка присутствует и вот его подпалили так что дымок запах дымка появился еще оливковое масло экстравежин который тоже с ароматом и соль крупная морская прям классно очень классно вы выдумываете свои гарниры я этих маленьких перчиков на патронов в россии не встречал не пробовал таким образом мелкие зеленые обычно болгарские перцы жарить по вкусу наверное немножко не тот но в конце концов створить что-нибудь тут главное соус вот соус просто песня травы эти ароматные мята базилик свежий петрушка кинза лук зеленый чеснок и чили перец и все это вот на фоне вот этой самой сливовой кисло-сладкой ноты такой классный короче это классно готовьте и наслаждайтесь огромное спасибо за компанию за ваши лайки дизлайки за репосты всем пока еще подрончика и курочки